Уважаемые зрители, поскольку в эти дни исполнилось уже ровно 100 лет после начала Первой мировой войны, то стоит сравнить те события с текущим развитием, вращающимся вокруг кризиса на Украине. Есть такая пословица «на ошибках учатся». Этот выпуск должен побудить вас подумать вместе с нами, чтобы научиться на ошибках прошлого и повлиять на наше будущее. После убийства в Сербии австрийского наследного принца и его жены в июне 1914 года ультиматум, предъявленный Австрией для расследования убийства, был Сербии отклонен. Тогда, в июле 1914 года, Австрия объявила Сербии войну, на что Россия, как союзник Сербии, дала приказ о всеобщей мобилизации. В результате этого Германия, как союзник Австрии, также мобилизировала свои силы. Россия, в свою очередь, отклонила ультиматум по прекращению подготовки к войне против Австрии, на что Германия объявила войну сначала России, а затем и ее союзнику Франции. Англия, являясь союзником Франции, после этого вместе с Бельгией вступила в эту войну. Итог. На основе прежней политики Альянса, изначально предназначенной как тактика устрашения с целью избежания войны, региональный кризис разгорелся до размеров всемирного пожара. Зная об этой невероятной ошибке прошлого, мы обратимся теперь к актуальным событиям. Литва, Польша и Украина не так давно решили создать совместное военное подразделение под названием «Литпол-Укрбрих». Эта идея не новая. Речь о так называемой «Литовско-Польско-Украинской бригаде» шла уже в 1909 году. На фоне украинского кризиса этот альянс теперь усиленно возобновляется и укрепляется. Хотя российские эксперты оценивают величину этого подразделения в военном смысле не опасным, настоящая взрывчатка состоит в том, что теперь две страны НАТО, Литва и Польша, будут стоять в союзе с не НАТО страной, Украиной. И таким образом, в случае нападения на Украину, станет действенной статья договора об оказании взаимной военной помощи, и все остальные страны НАТО должны будут оказать ей содействие. Широкомасштабный пожар был бы неизбежен, как и ровно сто лет тому назад. В наших выпусках последних месяцев мы уже сообщали о том, как на Украине постоянно идут опасные провокации против России. Мы показали, как посредством долгое время подготавливаемого массивного воздействия США, а также целенаправленной дезинформации со стороны западных СМИ, произведен переворот на Украине, а ее население натравлено против России. Так же, как это произошло сто лет назад в Сербии против Австрии. Насколько все участники вовремя научатся на ошибках прошлого, и таким образом, возможно, будет избежать новую мировую войну, во многом зависит от распространения нецензурированных новостей. Ибо, как метко сказал Отто фон Бисмарк, ложь может вызвать войну. Истина, напротив, может остановить целые армии. Итак, оставайтесь в этом ключе с нами. До свидания.